Сидим мы такие дома, сидим, а тут смотрите, что происходит. Вечером очень красиво подсвечивается отель. Мы пошли на вечернюю прокурочку. Яна прокурала где-то свою тушь, а мы сегодня купили один-единственный тур. Пока все-таки визуально выигрывает Ильниграс, тут и вещи, и продукты, и игрушки. Сидим мы такие дома, сидим, а тут смотрите, что происходит. Вот такая дискотека, анимация. Ууууу, это кто такая красотка тут вышла? Вечером очень красиво подсвечивается отель. А мы пойдем на разведку. Погуляем немножко по городу. Вот к слову какие тут собачки просто так гуляют. Чипированные ушки. Мы вышли на вечернюю прогулочку. Очень много опять на ужин съели. Как вы видели, анимация очень веселая. Такое представление, оно не каждый день. Заранее нас предупредили, что турецкая ночь, вроде бы так называется. Вот. Детям понравилось. Всем, кто там был. Дочка наша тоже вот так вот играла. Ручками там скрывала, скрытала. Поэтому анимация Лара Луц, вечерняя по всему мере интересная. Дневной я не видел. Вот. Что касается еще спорта, я сказал, что вообще ничего нет. Оказывается, есть теннис, дартс, есть волейбольная сетка рядом с отелем. Ну, это все такое. Лайтовый вариант. Вот. Поэтому, если кому-то подниматься на тренажерах, попотягиваться, это надо уже поискать. Вот одну площадку я сегодня нашел. Уже ранее, наверное, видели. Ну, ладно. Походим немножко, изучаем территорию, покажем вам. Вышли на какую-то аллею. Очень много разных магазинчиков. Ой, самолет какой большой. Так. Первый Маркет какой-то нашли. Сервер Маркет. Я, во-первых, пытаюсь найти Япик Кредитбанк свой, чтобы немножко денег местных снять. Вот. Яна прокукла где-то свою тушь. А мы сегодня купили один-единственный тур в Ленд Легенд. Что-то такое. И там будет концерт. У-у-у. Вот это я оставлю. Там будет концерт. У меня одни маты. Концерт серебра. Ну, вот. Яна сказала, что без туши я туда не пойду. Магазинчики, магазинчики. Отель Holiday Inn. Очень интересные улочки. Сейчас резко спускаемся вниз. А тут возвышение. Все такое холмистое. Я верил, что мы его найдем. И это не банкомат. Это Migros. Migros. Продуктовый магазин. Ну, там и продовольственное. Я не знаю. В общем, там все есть. Куча кафешек. Очень жалко, что мы не можем прокомментировать название этих улочек. Вот. Закапризничал на ручке. Но очень классно. Пока все-таки визуально выигрывает Алания. Но с другой стороны уже я вижу, что и тут есть такие веселые улочки. Кафешки. Заведения. А у Яночки скоро день рождения. А я не помню. Я после 30 перестал считать. Это шутка. 30 я еще не вспомнил. Друзья, у кого российская карта Unicredit банка, запомните в Турции. В Турции банк-партнер. Это Япи-кредит банк. Можно снимать без комиссии, но только за конвертацию платите. Вот. Зашли в Migros. Тут и вещи, и продукты, и игрушки. Взяли, кстати, 250 лир. Получилось, что за одну лиру 15.66. Когда курс 13.55 где-то. Вот и считайте. Если бы мы выбрали по курсу, который заявляет ЦБ, то разница с 250 лир 700 рублей. Но мы просто с русской карточки сняли, считайте, здесь. Заплатили двойную конвертацию. Даже не знаю, как было бы дешевле. Так, конечно, удобней. Вот. Кофе большая пачка. Один килограмм. Девять лир. Киндер-сюрприз. Два и пять лиры. Две и пять лиры. Это дорого. Ну, умножай на 13.50 где-то. Ну, вы получаете, да? Ну, рублей 300, так вторая какая. И вот я не помню, это вроде как-то с налогом считается или... А, за килограмм внизу. Нижняя за килограмм. Верхняя за упаковку. Все. Есть стаканчики всякие, трубочки, чипсы, колбасы. Даже не знаю, что прокомментировать. Вон, шоколадка. 1.75 лир. Умножайте на курс лиры. На сегодня. Сколько он. Бёрн. 4.95 лиры. Ой, 5.95. Сигареты на кассе. Ну, и всё, что у нас тоже продают, тоже рядом здесь. Мигрос, пока. Давайте расскажем примерно. Я потом чек покажу. Бутылка воды 0.5 лиры. 1 лиры. Это где-то 13-15 рублей. А в том году Мусхьяна и Валаньи покупали бутылку воды за 0.5 лиры. Это вообще 5-6 рублей было. Вот. Что ещё купили? Купили зубочистки. 50 штук. Они сверх прочные. А зубочистки мы купили? Вот. Взяли, взяли. И, получается, стоимость пачки где-то 11. 11. 11 фир вроде бы. Ну, короче, плюс-минус там 130 рублей. Вот. Ещё купили МИИ игрушку, машинку на заводике. Она чуть меньше 10 лир. Ну, вот, считайте, где-то рублей 120. Вот она едет с машинкой с этой. Довольная. Сок пьёт. Сок за сколько взяла я? Сок. Коктейль. За сколько? Примерно. Полторы лиры. Ну, полторы лиры. Считайте, где-то рублей 20. То есть что-то есть недорогое. Что-то может быть подороже. Очень много собачек тут. Кто курит? Вот папа у меня взял сигареты. Camel. Сколько они вышли? Я даже не знаю. Мама чек взяла. В чеке посмотрим. Но я смотрел где-то плюс-минус 11-12 лир. И в нажатии на 13,5 рублей. Где-то пачка в пределах 150. За 150. Ни-ки-ка. За 150. За 150. В общем, курить не выгодно. Алкоголь уже был перекрыт. Не знаю во сколько закрывают его в магазинах здесь. Вот ещё раз банкомат. Котик на Red Bull отдыхает. Вот так он валяется, там собачка. А там учинки в нарды играют. Вот мы вернулись в отель, теперь знаем, где находится торговый центр Migros, где находится нужный мне банкомат и вообще всякие улочки, кафешки. Вот так вот, в проезжей части виднеется баннер Lara World Hotel и у нас там дискотека полным ходом. Друзья, время 12.31. Я монтирую видео, не знаю видно или нет, но их же все взят. Вот так выглядит моя YouTube-студия в Анталии, на балкончике, наушнишки, ноутбук. Тусовка окончилась, внизу уже никого нет. Какой минус в этом отеле или в этом номере? Внизу нереальная дискотека, в доме все очень хорошо слышно, в номере. И завтра, когда у нас переселят в новый номер, очень будет интересно, звукоизоляция будет такая же или нет. Ну, ладно, что поделать. В любом случае, на отдыхе я кайфую. Хочу каждый день в одной видяхе делать, потому что в Питере времени просто не будет. Какие делишки. А внизу рабочий персонал убирается, прибирается, чтобы нам, приезжим, было весело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!